Выписка через полчаса. Теперь уже можно вздохнуть с облегчением. Роды прошли без эксцессов. Впрочем, сама Елена изначально была уверена, что все будет хорошо. Опыт, знаете ли, она уже в седьмой раз становится мамой. В воскресенье в 6 утра родила. А я больше двух дней не бываю. На третий день я всегда уже домой. То есть дело такое уже привычное? Ну да. Поддержку Елене во время этого непростого периода оказывал муж. Это уже третьи их совместные роды. Впрочем, и врачи приложили все усилия, чтобы все прошло, как принято говорить, в штатном режиме. Женщину встречаем на этапе приемного покоя. Независимо от того, какая это бригада дежурная, либо дневные врачи. Женщину поднимаем, если она в родах, поднимаем в родильное отделение, в родильный блок. И мы же ними занимаемся. Начиная от самого начала родов и заканчивая рождением ребеночка. Поэтому мне кажется, что для женщины это максимально комфортно. Потому что, видя нас в приемном покое и проведя с нами все роды, они, в общем-то, как-то так и успокаиваются. У дверей зала, где происходит выписка, уже ждали муж и дети. Не все смогли прийти, но группа поддержки довольно внушительная. Николай Бочаров рассказал, живут дружно, а в семье развита взаимовыручка и помощь. Это как-то само собой происходит. Допустим, если все сразу дети появились, конечно, мы там волосы начали выдирать. Что делать с этим? А когда один, потом второй, младший помогает, старший помогает младшему. И вот, наконец, наступает счастливый для всех момент знакомство с новым членом семьи. Мама, это тебя от всех! Да от всех еще! Ты еще! 15 августа президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и денежном поощрении многодетных матерей. Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова считает, что Николаю и Елене стоит подумать о достижении этой цели. Я буду рада вас видеть еще и еще. На самом деле, мы уже проговорили с папой, что будем стремиться к медали героини, матери-героини с бриллиантами и миллиону рублей, которые пообещал наш Владимир Владимирович. Впрочем, сами родители признаются, что никогда не планировали рождение очередного ребенка. Для них это всегда в буквальном смысле дар свыше. И сейчас они не хотят изменять этой традиции. Пока планов нет таких глобальных, уже на восьмого. А там Богу виднее. Я-то, ну, не знаю. Пока еще об этом не думала. В ближайшее время соберется семейный совет, на котором будет выбрано имя для малышки. В фаворитах два – Тамара и Стефания. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.